МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа «Республика». Об основных новостях понедельника и минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Пожар на Химпроме 24 мая произошел из-за разгерметизации теплообменника с последующим возгоранием реакционной смеси. Об этом рассказал сегодня нашей телекомпании начальник управления ПГО ИЧС Новочебоксарска Алексей Ермаков. Пострадавших нет. По данным управления, возгорание произошло в 9-м часу вечера в цехе номер 50. Пожар охватил 90 квадратных метров в площади. Технологический процесс в цехе приостановили, чтобы избежать серьезных последствий. Все заинтересованные службы предприятия сработали оперативно, сообщается на сайте завода. В 11 ночи пожар удалось локализовать, а в 2 утра ликвидировать, причем собственными силами. Но к Химпрому были подтянуты 16 единиц техники и около 30 человек. Опасности жизни и здоровью сотрудников предприятия, жителей города, окружающей среде нет. На самом Химпроме произошедшее назвали инцидентом локального характера. Сейчас цех законсервирован. Для восстановления технологического процесса потребуется время. Возможно, скоро на предприятии прибудет специальная комиссия, которая даст свою оценку инциденту. Что больше всего волнует население Чувашии? 27 мая у жителей региона была возможность спросить о наболевшем у первого лица республики. На национальном радио прошла прямая линия с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Задавать вопросы жители республики начали задолго до часа Х. К моменту прибытия Михаила Игнатьева в студию национального радио количество принятых вопросов приблизилось к четырехзначной цифре. Вопросы задавали по телефону и через интернет. За две недели к нам поступило около 900 вопросов. И вопросы продолжают поступать. Они поступают из разных уголков нашей республики, из городов, из районов, из сельских поселений. Самой популярной темой вопросов стали проблемы в области ЖКХ. Не открою вам Америки, если скажу, что жители нашей республики беспокоят необоснованно высокие начисления на общедомовые услуги. Даже в тех домах, где есть счетчики, эти затраты достигают до 60% потребленным затратам к квартирным счетчикам. Особенно это характерно по затратам на общедомовые нужды по горячей воде. Основная причина – большинство домов неправильно смонтированы узлы учета расхода горячей воды. А именно отсутствуют общедомовые приборы учета горячей воды. Сегодня львиное и дольное население собственных квартир и часть затрат могли бы взять на себя. Вы абсолютно сейчас правильно сказали, что надо работать с людьми. Нужно поддерживать создание домовых комитетов, нужно организовывать обучение их представителей. Для сведений я хочу сказать, по Новочебоксарску в этом году рост тарифов не происходил. То, что с 1 июля тарифы будут повышаться, для Новочебоксарцев практически по сравнению с городом Чебоксары тоже в среднем погоду будут составлять, рост будет составлять не более чем 2,5%. А так на общедомовые нужды, конечно, нужно ставить счетчики. Что ж, кому-то за горячую воду приходится много платить, а жителям Шумерли в летнее время приходится без горячей воды жить. Ну как это без горячей воды все лето сидеть? Пожалуйста, пусть разберутся с этим вопросом. Это же не один год. Я еще раз дам соответствующее поручение, поставлю задачу перед органами местного самоуправления, перед руководителем управляющих компаний, чтобы этих безобразий практически в реальной жизни, в практике не было. В одном месте не хватает горячей воды, ну а в другом детских садов. На это пожаловался житель села Караева Красноармейского района. У нас в деревне пустует двухэтажное кирпичное здание. За эти годы от него остался лишь один каркас. Когда-то это было круглосуточным детским садом. Мы сегодня много говорим о том, что на селе необходимо привлекать молодых специалистов. Как же они останутся, если здесь нет для них детского сада? Куда отправлять детей? Нельзя ли снова отдать это здание под детский сад? Глава отметил, последние 20 лет детскими садами действительно практически не занимались. Но сейчас работа началась. У нас сегодняшний день в федеральном бюджете 50 миллиардов предусмотрели. Эти средства сейчас распределяются по регионам. И свои обещания к первому сентября текущего года для детей с трех лет мы полностью обеспечиваем. В этом году по программе у нас стоит цифра 3008 мест мы должны создать. Касаясь конкретно данного вопроса, конкретной территории, могу сказать, здесь никаких возражений с нашей стороны. По предоставлению пустующих помещений в Хараевской, да, в Хараевской общеобразовательной школе нет. Впрочем, даже там, где детские сады есть, без проблем не обходится. Так жительница Мариинского посада поинтересовалась. Почему везде зарплаты воспитателей растут, а в их городе наоборот? Я ваш вопрос возьму сейчас на заметку. Дам поручение соответствующему министру образования совместно с главой администрации Юрием Федоровичем по этому факту они разберутся и потом, соответственно, доложат. Мы на повышение заработной платы в бюджете Чувашской республики предусмотрели достаточно средств. За время прямой линии люди не только получили ответы на интересующие вопросы, но и надежду на то, что в ближайшее время власти займутся решением их проблем. Ни один вопрос без учета в работе не останется. Я дам соответствующие поручения ответственным министрам, главам администрации. Они в письменном виде ответят всем тем, кто задал эти вопросы. Подобную прямую линию на национальном радио провели впервые. За два часа глава республики ответил более чем на два десятка вопросов. Однако много тем осталось за бортом. Чтобы исправить ситуацию, подобные встречи планируют сделать регулярными. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Кассационный суд полностью поддержал действия правительства Чувашии по восстановлению нарушенных прав граждан. Речь идет о судебной тяжбе по земельным участкам сельхозназначения в Маргаушском районе, которые были выкуплены у селян за бесценок, а затем сформированы для перепродажи. Предметом спора стал земельный участок в Кадикасинском сельском поселении, площадью 118 гектаров. В декабре 2007 года эту землю передали в аренду коммерческой организации сроком на 49 лет. Тот договор был заключен с нарушением законного порядка. По истечении трех лет администрация Маргаушского района заключила с этой же фирмой новый договор. Теперь уже купли и продажи данного земельного участка по катастрофой стоимости за 1,8 миллиона рублей. То есть по 152 рубля за 1 сотку продали земли рядом с дорогой, рядом с Волгой, рядом с Казапроводом, рядом с инженерными коммуникациями. А с сентября 2011 года после перехода права собственности изменили вид разрешенного использования под дачное строительство. Новый собственник разделил массив на мелкие участки размером до 15 соток и земля там перепродавалась уже по цене в сотни и тысячи раз больше. По предварительной оценке специалистов стоим из этих 118 гектаров земли 118 миллионов рублей минимум. То есть вот была оформлена собственность за 1,8 миллиона рублей. А оценка такая минимум 118 миллионов рублей. Глава Чуваши напомнил, земля – главное богатство республики. И основной своей задачей органы власти видят строгое соблюдение законодательства в земельной сфере. Особенно актуально это сейчас, когда активизировались недобросовестные перекупщики. Самые страшные, обманутыми остались десятки, сотни простых граждан, сельских жителей, которые имели эти земельные бои. Их землю скупили за бесценок, а многим из них не заплатили даже те обещанные копейки. Именно поэтому я поставил задачу перед правительством республики и органами местного самоуправления навести элементарный порядок в сфере оборота земельцев и хозяйственного значения. Сегодня эта работа налажена, сложилась положительная судебная практика, я это отмечаю. Наш опыт на сегодняшний день востребован регионами. И тем самым дальше мы эту работу тоже эффективную будем проводить. В течение последних лет через суды, хочу тоже это подчеркнуть, мы вернули собственность Чувашской республики 175,6 гектара. В судебном производстве рассматривается еще ряд таких споров. Глава Чувашии подчеркнул, возвращенные в собственность республики земли будут переданы в пользу многодетных семей Чуваксар и Маргаушского района, либо под индивидуальное строительство, либо под жилье эконом-класса. В любом случае надо обеспечить эти земли необходимыми коммуникациями, для чего в бюджете будет предусмотрена соответствующая сумма. О работе с бюджетом отчитался министр финансов Михаил Ноздряков. В казне остались неиспользованные федеральные средства, поступившие в Чувашию в 2012 году. Федеральные органы, от которых поступили трансферты, согласились, что потребность в перечисленных средствах сохраняется. Всего осталось чуть более полутора миллиардов рублей. Подтверждение потребности для использования в текущем году получено на 94% этой суммы. В ближайшее время будет решен вопрос и с оставшейся частью денег. Михаил Ноздряков также отметил, что бюджет Чувашии за четыре месяца выполняется успешно. Консолидирный бюджет у нас исполнен по доходам в объеме 14 миллиардов 755,3 миллионов рублей и по собственным доходам 9 миллиардов 75,8 миллионов рублей. С ростом к прошлому году по собственным доходам 23,7 процентов. Консолидирный бюджет исполнен с профицитом 3 миллиарда 120 миллионов рублей. На совещании были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности людей в период купального сезона. Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отчитался. Места для купания оборудованы. В 2013 году на территории республики или на территориях муниципальных городов, муниципальных районов и городских округов планируется открыть пока на сегодняшний день официально 16 пляжей и мест купания. Чебоксары 4, Маргаруский район 4, Ядринский 2. Соответственно, далее Новочебоксар, Шумерля, Козловский район, Марпасадский район, Чебоксарский район, Ядринский район по одному месту, где будет разрешено купаться и оборудованы сами места созданием общественно-спасательных постов. Но, к сожалению, из-за недостаточных финансовых средств в остальных муниципальных образованиях на сегодняшний день пока не планируется. Хотя, хотя работа ведется по изысканию средств. ГКЧС Чуваши совместно с сотрудниками ГИМС ежедневно круглосуточном режиме сейчас осуществляют мониторинг обстановки на водных объектах республики. В информационно-телекоменационной сети интернет на официальном сайте ГКЧС Чуваши ежедневно размещается сведения об оперативной обстановке на водных объектах и других происшествиях на территории республики. Вениамин Петров также отметил, сезон еще не начался, а в Чувашии уже два несчастных случая с гибелью детей в обоих по недосмотру и по пустительству взрослых. В морпосаде, в частности, на днях молодежь каталась на лодке, не соблюдая даже элементарных правил безопасности. В результате лодка перевернулась, 16-летняя девушка погибла. Сейчас выясняется, как хозяин лодки передал ее молодым людям без документов на право вождения. На совещании также подвели итоги прошедшего 6-го Чебоксарского кинофестиваля. Главный приз получила картина «Все ушли» Георгия Параджанова. Специальный приз главы Чуваши за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве присужден картине Карена Шахназарова «Любовь в СССР». Подробнее о церемонии закрытия кинофестиваля смотрите на Национальном телевидении завтра после программы «Республика». Сегодня Михаил Игнатьев встретился с председателем арбитражного суда республики Александром Шигуровым. Глава Чуваши отметил, что арбитражный суд вносит существенный вклад в развитие цивилизованных бизнес-процессов, является основной площадкой решения экономических споров. Михаил Игнатьев подчеркнул, что благодаря принципиальной позиции и высокому профессионализму судей сегодня складывается положительная судебная практика по восстановлению нарушенных прав граждан и государства в разных областях, в том числе и в сфере земельных отношений. Глава Чуваши также поздравил Александра Шигурова с 20-летием со дня образования арбитражного суда Чувашской республики. На чьей стороне закон тут выигрывает процесс? Ну я рад, что в той ситуации республика, интересы республики, это и интересы граждан, жителей, займели верх, это радует. Для меня не важна партийная ориентация, важна политическая позиция. Я готов помочь решать ваши проблемы, если вы хотите улучшить жизнь человека труда, заявил на пресс-конференции Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме. Два дня парт-актив Приволжского федерального округа провел в Чувашии. Коммунисты обсуждали социально-экономическую ситуацию в стране, политическую в мире. Геннадий Андреевич сообщил с журналистом, что в России сейчас наблюдается экономический спад, ВВП страны не растет. В бедственном положении и дети, и старики. Партия подготовила пакет предложений по выходу страны и сложившейся ситуации. Собравшийся в Чуваший парт-актив обсуждал эти и другие насущные проблемы. Мы учим свой актив, готовим свою команду и уверены, что левоцентрический поворот и создание правительственного народного доверия неизбежны. На пресс-конференции лидер коммунистов России по традиции критиковал власть, его бюджетную политику, реформы, проводимые Минобразование и бездействие Минсельхоза России в условиях вступления в ВТО. В землю и агропромышленный комплекс надо вкладывать минимум 10-12% от расходной части бюджета любого. Американцы в прошлом году вложили 24, европейцы 33. Путин с своими министрами 10 лет подряд вкладывает 1%. Поэтому у него горят леса пачками, усыхают реки, зарастают бурьяном великолепные черноземы. Речь лидера КПРФ на встрече с журналистами изобиловала неологизмами, крылатыми выражениями и комплиментами типа «Женщина, тчела и цветок – гениальные создания природы». Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Один миллиардер и свыше 2380 миллионеров живут в Чувашии. Такие данные огласила налоговая служба по окончании очередной декларационной кампании. Миллионеров стало чуточку меньше, а деклараций больше. Таков предварительный итог. Об особенностях этой декларационной кампании рассказала заместитель руководителя УФНС России по Чувашии Светлана Арестова. Подавать декларации люди начали активнее. Грамотность растет, констатируют налоговики. А вместе с ней и количество деклараций. Более 63 тысяч за этот год. Сказывается также работа самих налоговиков в усиленном режиме и по современным технологиям. Налогоплательщики заполняли документы с помощью специальной программы «Декларация-2012». На прием в инспекцию записывались электронно. По свидетельству налоговиков все это помогло и помогает бороться с очередями. Помощь в этом вопросе, конечно, нам оказал тот вопрос, что заработал сервис. Это онлайн-запись на прием в инспекцию, который тоже позволил гражданам выбирать для приема более удобное время посещения наших инспекций. Больше половины всех деклараций от тех, кто заявился на социальные и имущественные вычеты. Это почти 60%. Из бюджета теперь должны будут вернуть 650 миллионов рублей. Уменьшилось количество пожелавших получить социальные вычеты на лечение и образование. Зато заметно увеличилось число претендующих на имущественные. Выросло количество налогоплательщиков, которые обязаны декларировать свои доходы. Это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, получившие доход от продажи имущества или аренды. А в клубе миллионеров небольшие потери. Доход свыше миллиона рублей показали 2387 человек. В прошлом году было на одного больше. Доход свыше 500 миллионов рублей задекларировали трое. Из них один – миллиардер. Фамилии их не называют, ссылаясь на аналоговую тайну. По категории мы можем примерно сказать, что 50% это люди, как правило, занимающиеся оптовой торговлей. Следующие 50% поделить можно в равных пропорциях. Это граждане, которые произвели отчуждение имущества. Вы сами знаете, любая квартира стоит сегодня более одного миллиона, соответственно, доход тоже уже получается больше миллиона. Это граждане, которые занимаются реализацией ценных бумаг, львиная доля. Но я не буду скрывать, есть у нас все-таки несколько человек, которые действительно реальные производители. В сфере производства мебели у нас есть, в сфере производства сельхозпродукции. Это предварительные итоги, поясняют налоговые. Они еще будут изучаться. Декларационная кампания позади для налогоплательщиков, но не для налоговиков. Им еще предстоит проверить все полученные документы и найти тех, кто не отчитался о своих доходах. А таковых, по ощущениям налоговиков, около 12%. Предстоит также поработать с теми гражданами, которые хотят получить налоговые вычеты. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Только в субботу выпускники слушали последний звонок, а уже сегодня сдают единый госэкзамен. Первый из двух обязательных предметов – русский язык. Всего, по предварительным данным, в этом году в основной период ЕГЭ сдают 8367 человек, в том числе 127 выпускников колледжа и техникумов и 431 выпускник прошлых лет, сообщает Минобразование Чувашия. В Республике действуют 43 пункта проведения экзамена. Для работы в них привлечены 2893 сотрудника образования. В этом году школьники пишут ЕГЭ под прицелом видеокамер. Согласно регламенту, в каждой аудитории, где проходит испытание, установлены по две видеокамеры. В коридорах школа – до восьми. При этом ребятам предоставили больше времени на выполнение заданий. Дали дополнительные полчаса. У тех, кто сегодня не дотянет до проходного балла, а это минимум 36, будет еще одна попытка, в конце июня. Если снова не повезет, тогда пересдача откладывается на год. Для проверки развернутых ответов участников ЕГЭ планируется привлечь 514 экспертов – преподавателей вузов, колледжа, техникумов школы Республики. Следующий обязательный госэкзамен уже 3 июня. Вооружившись только ручками и линейками, школьники отправятся сдавать математику. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин